Киностудия имени Довженко После краха Российской империи в 1917 году порабощенные нации пытались обрести независимость. Украинская Народная Республика была разгромлена и насильственно включена в состав Советского Союза. Когда Сталин вступил во власть в конце 20-х годов, Коммунистическая партия способами систематического террора установила контроль над всеми аспектами общественной жизни. Украинское селянство стало первой жертвой колхозного крепостничества, которое ввел Сталин. Сталин заклеймил независимых селян как врагов народа и куркулей. Вскоре вся украинская нация стала врагом народа. В 1932 году вышли указы из Кремля, послужившие причиной гибели миллионов. Террор зимы и весны 1933 года был вызван насильственной конфискацией продовольствия и скота. Большая часть изъятого зерна была экспортирована, а прибыль пущена на финансирование индустриализации Союза. Западный мир мало знал об этом голодоморе в одной из самых урожайных стран мира. Советские официальные органы отрицали факт голода. Западные журналисты, например, Уолтер Дуранти из Нью-Йорк Таймс, даже помогали скрывать трагедию, утверждая, что такого не могло быть в социалистической стране. Даже спустя полстолетия голод не был признан историческим фактом. Лишь 26 января 1990 года коммунистическая партия Украины была вынуждена признать голодомор. Светлой памяти невинно погибших посвящается этот фильм. Галина Сулима, Георгий Морозюк В фильме Олеси Янчука Голод 33 По мотивам повести Василия Барки Помним всегда, что Бог любит нас. Завещана нам только любовь. Сам Христос есть любовь божественная. Ученики Его – те из нас, которые следуют заповедям, а кто нет, не принадлежит к церкви. Пусть выстаивает здесь дни и ночи. Обратим взор на свое сердце. Живем без страха Божьего. Каждый знает одно – прощены ли собственные грехи, ибо каждый осквернился. Забудем, кто кому должен. Очистим души от злобы. Обратим глаза к Нему в день испытания, который уже приходит. Души наши в руке Христовой. Будем надеяться, что Господь нас не оставит и не осудит. И будем надеяться на полное спасение с помощью Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа. Ну что? Что за собрание? Люди, спасайте иконы! Начинайте. Расступитесь! Вон послите! Расступись! Я сказал назад! Расступись! Забирайте ценности! Задержать всех! Не трогайте государственное имущество! Закрыть выход! Закрыть выход! Куда? Куда? Арестуйте папа! Быстро на колокольню! Сбросить колокола! Колокола! Водопад! Ай! Бррррррррр! Куда? 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Зерно! Зерно! Куда? Назад стрелять буду! Третий день лежит, чтоб тебя... КОНЕЦ КОНЕЦ Идём отсюда. Скорее же. Я вчера заметила. Птицы падают мёртвые. По ходам на нас выступили. Это только кажется, что их флаги красные, а не тёмные. Странно говоришь. Вижу. Пропадём. Разве можно выжить среди демонов? Сдерживайся. Я ничего. С их флагами непорядок. Подъехал поезд. Весь охранный окружённый. А начальство сломя голову спешит на вокзал, потому что главные приехали из Москвы. Вышли двое. Первый, надутый такой. Усы под косточку. Говорят, молотов. А возле него рядом Каганович. Бедовый. С усами, как пиковый валет. А чернявый подпрыгивает, как закричит на всю станцию. А надутый выгреб из кармана. Зерно. Как запустит его в рожу местных партийцев. Зерно разлетелось. Всех. Под расстрел. Всех. Кто будет сдавать плохое зерно. Может, тише бы говорил. Хорошо. Люди говорили, что для тех двоих в вагоне полно всего. Еды, напитков, колбасы аж шесть сортов. Как люди узнали? Странно. Рыба консервная. Корейка, чтобы закусывать сорокоградусную. Сколько чего захочешь. Курятина, масло, апельсины, виноград. Мама, апельсинов хочу. Деточка, где же мы возьмем? А в буфете вина, наливки, водки, настоянные на чем угодно. На полыни. Чего бы это они полыни вкупили? Я знаю, так говорят. Пьют горькую. А почему бы и нет? В пути будут попивать и в Кремле вдоволь всего. А Сталин, как его разнесло. Бедный. Говорят, быстро ест хмурый. Хмурый? Хмурый глубоко морковь копает. При детях бы такого не говорили. Где-нибудь вырвется. Не бойся, дочка. Хуже не будет. Самые черные двери прибыли. Выход из этого мира. Открывай дверь, это хуже будет. Чего смотришь? Показывай, где хлеб. Все же забрали. Забрали? Вместо того, чтобы сдать стране лишнее, как сознательные граждане, вы говорите, забрали? Мы сейчас вам покажем, что значит забрали. Под кулачники вы. Какие же мы под кулачники? Мы бедные. Поговори мне. Полно всего. Сейчас мы покажем, как забрали. Так вы сдаете хлеб или нет? Выходит, у вас ничего нет для государства. Григорий, Петро, Яшка, ищите подбору, а мы здесь. Мы здесь поищем. Мама! Давай, давай. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди добрые, что же это творится? Умоляю вас, умоляю вас, умоляю вас, не трогайте. Это же продукты. Умоляю. Боже мой, умоляю вас. Боже мой, не трогай. Не трогай. Боже. Отдай еду. Денис Кулитая. Чтоб тебя разорвало. Боже. Что же нам делать? Как же нам быть? Боже мой. Боже мой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдайте продукты. Отдайте. Ты что? Что у вас лихая година? Отцепись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, поехали. Так что, к Сиренке едем или к Ковтану? А кто ближе? Все забрали. Успокойтесь, мама. Успокойтесь. Вставайте. Вставайте, мама. Дикарь. Собачий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мирон, я долго думала и говорю. Нужно идти к отранникам за помощью. Катруся, помоги. Мирон, нужно ее спрятать. Мы выхватили ее из церкви, сгопали за хатой. Теперь пришла очередь нашего двора на обыск. Найдут анафему и заберут. Нужно спрятать. Горит, как звезда в небе. Сынок, не говори никому про чашу. А то всех арестуют и хату развалят. Я буду молчать. Ну вот и славно. Вырвали из когтей. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чего смотришь? Иди отсюда. Много вас здесь ходят, голодранцы. Помогите. Помогите. Убили. Убили. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Поставил точку. Совершенно секретно. Подтверждение указания о выдаче 90% зерна всему государству и по хлебопоставкам зерновых фондов. Эта директива – смертельный приговор для рабочего селянства. Я не могу. Вот какое признание. Другое бы село задушил. Сделаем так. Идите в соседнюю комнату. Зайдите, как будто не видели документы. А я в сельсовет буду звонить. А я в сельсовет буду звонить. Так что, убирать или нет? Да подожди ты. Встань в дверях. Что, сюда действительно никто не заходил? Никто сюда не заходил. Алло. Дай девятую. Да. Здесь двое. Колхозный щитовод и Мирон. Да. Катраник. Что? Нет, бумаги не трогали. Да. Хорошо. Никому ни слова. За нарушение будете привлечены к суровой ответственности. Катраник. Ты можешь мне сказать, где сейчас... Катрия и Федора? Чего ты молчишь? Память отшибла? Ну так посиди до утра. Может, что-нибудь вспомнишь. Отведи его в подвал. А ты вон. Пошел. Катрик. Продолжение следует... 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 Мама, а что такое Тарксин? Тарксин – это торговля с иностранцами. Как говорят, с чужеземцами. С чужеземцами? А с какими? Чужеземцы разные бывают. И французы, и американцы. А где они? Это лучшее, что у нас есть. Прямо из Японии. Сколько это стоит? 450 долларов США. Уверяю вас, это совсем недорого. На шейке вашей дамы это будет изумительно выглядеть. Это серебро? Это жемчуг. Здесь серебро, видите. Маленькая затерочка, очень просто открывается. Тебе нравится? Да. А тебе? Да. Выберем? Па. Спасибо. Что? Туда. Туда. Что купим? Хлеба. Купим муки, испечем корж. Купим муки, испечем корж. Не помнишь, Андрейка, кто эта женщина? Не знаю, папа. Я тоже нет. Можно было бы лукошка отнести домой. А так, раз неизвестно... Другие придут, заберут колоски. Бабушка уже не встанет. Для нее горе закончилось. А для живых, кто ждет дома, жменья зерна – это спасение. Папа, а воробьев можно есть? А почему бы и нет? Они питаются зерном, как суслики или лошади. Нет в них ничего плохого. А чем их ловят? Решетом, сетью. Или селок плетут из конского волоса. Я тоже хочу ловить. Попробуем. Только в нашем дворе их редко вижу. Беги домой, отнесешь матери, а я зайду к кузнецу. Может, хоть какого-нибудь пшена дадут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К�ИК КОТОЛ КОТОРЖЕННОМ а Субтитры создавал DimaTorzok ИНТРИГИ Im I quatre Агарий Нет муки Если запивать похлёбкой, то не тошнит Вот видишь А как тебе, Андрейка? Я согрелся Вот и хорошо А Миколка? Про Миколку забыли Беги, разбуди Миколку Не надо Он лежит, как бабушка Похлёбка бодрит Хорошая похлёбка Я скоро умру Горячей воды хочу напиться Я дошла Я дошла Я дошла Я дошла Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пожалуйста, помогите мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закроешь дверь. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двести верст Пешком шел. Прятался по ночам, как зверь. И так целую неделю. Крепкий был. А когда пришел, одни кости от человека остались. Упал. Упал. Переступил порог и упал. Уже потом, когда укладывали бедного в постель. Увидели на груди рану. Очнулся он и рассказывает. Привезли его с сыновьями в город. В дворовую тюрьму. Там много людей расстреливают. Посмотрел старик на своих палачей, которые наставили винтовки. Вдруг вспыхнуло все. Он вскочил, будто током ударили. И в одно мгновение все стемнело. Очнулся в какой-то холодной яме. И тут он вспомнил о своих сыновьях. Начал переползать на коленях к яме. Наклонил голову к земле и слушает. Застонет ли кто-нибудь еще? Или может дышит? Убейте меня. Убейте. Убейте меня. Убейте меня. Убейте меня. Убейте меня. Убейте меня. Он ребенка зарезал. Убейте меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Присаживаю Спасайтесь! Кортузники приехали! Бегите! Бегите! Боже... Дочка! Дочка! Человек повесился. Что-то нужно делать. Слушайте, чего вы хотите? Такое здесь каждый день происходит. А еще каждую ночь кто-то детей крадет. А знаете, зачем воруют? Здесь есть где-то такая бойня. А где, никто не знает. Я тоже не уверен, встреча завтра утром поезд или нет. Не отступай ни на шаг от меня, слышишь? 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 Я впервые. И на кого-то шаг? Продолжение следует... Мама... 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 Мама? 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 Югина, ты не видела мою Аленку. Не видела, не знаю, не видела, не знаю, не знаю, не видела, не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, чашу принесла? Чего молчишь? Не слышишь? Глухая? Поднимайся сюда. Верните Аленку. Давай договоримся. Я тебе Аленку и Мирона возвращаю, а ты мне чашу принесешь. Помнишь, ту чашу из церкви? Ты же знаешь, где она. Скажешь? Я Мирона отпущу. И Аленку. Ты есть хочешь? Шапка! Давай хлеб сюда. Бери. Бери. Детей накормишь. Чашу принесешь. Хорошо? Принесу. Вот и договорились. Все, все, все. Все будет хорошо. Иди. Проводи. Планы партии выполнены. Глаза. Все. Звучит. Принесу. x . КОНЕЦ 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 Мама, 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 мама. Мама, 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 это я, Андрейка. Дед Горячко, дед Макола, не знаете, где моя мама? Нет, сынок, больше у тебя, мамы. На, сынок, тебе хлебушка. Субтитры сделал DimaTorzok Мама! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 помощь в создании фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok